Итак, мы находимся на House Constructions. Доброе утро! Это второй день. Народ еще не собрался, еще многие спят. Мы снова решили подойти к PDP и немножко еще про него рассказать. Привет! Это PDP-11. Это, можно сказать, второе поколение PDP-11. Первое поколение это были компьютеры PDP-1125, PDP-1170. Вот такие. Это реплика самой мощной модели первого поколения PDP-1170. На ней было 4 мегабайта памяти. Она была способна запускать достаточно сложные ресурсоемкие операционки, такие как RSX-11 и UNIX. Собственно, на ней потом уже можно было запускать BSD-UNIX. Уже более поздние, 80-е годы. Вернемся к этому компьютеру. Этот компьютер, как я сказал, это второе поколение линейки. Чем они отличаются? Во-первых, вы видите минималистичную фронт-панель. На ней нет то, что называется по-английски blink and light. То есть огоньки, свистелки и перделки. Они вон все там остались. Это оказалось сложный пользовательский интерфейс. Поэтому здесь это шаг вперед. Это все упростили. Эти кнопочки и лампочки это примитивный отладчик. То, что мы сейчас все знаем в программных средах. Такие там Microsoft Visual Studio, GNU Debugger. Это вот оно. Оно было изобретено тогда. В этом поколении отладчик переехал сюда. Вот он. Здесь у нас есть две основные команды. Это Examine и Deposit. Можно посмотреть, что в памяти по нужному адресу. Можно записать память. Также можно вот такими командами. L10000. L10000 это в восьмеричной системе, нативной для линейки PDP-11. Это мы переставляем указатель, регистр, счетчик команд в процессоре на этот адрес. S это начать загрузку. То есть сейчас процессор у нас в хальте. Он ничего не выполняет. S это запуск процессора с этого адреса. Нагрузим операционку. Вы видите, что это операционная система RT11. RT11 это, скажем так, легковесная операционка реального времени. Однопользовательская, однозадачная. Все ее идеи потом перешли в CPM. А из CPM они перешли в MS-DOS. Вот. Тут уже у нас это мод. Мы взяли более поздний софт, более позднюю версию операционки. Современную. В те годы была в ходу версия третья. А это самая последняя версия 5.07. Вот. Здесь уже есть патч 2000 года. И в принципе она кое-где до сих пор в ходу. Ну вот. Вот у нас точечка. Это системный промп приглашения. Поехали дальше. Расскажу немножко, зачем эти компьютеры вообще были. Это в принципе так-то. Это были довольно скучные компьютеры. Они были нужны для... Ну, на наши деньги. Это промышленная автоматизация, МПД, стройка и измериловка. С этой задачей они справлялись настолько хорошо, что до сих пор они используются, например, в различных станках. Там не работает операционка. Там бар и метал прошивки, которые напрямую управляют там подключенной к ним периферией. Вот. Они до сих пор используются кое-где. Ну, по сведениям на канадских атомных станциях. В общем, настолько удачная эта штука оказалась, что вот она дожила до сейчас. Ну, компьютер... Ну, как бы скучно использовать его только для встройки. Поэтому американские путлевые умы написали и запустили на нем игры. Такие, как Space Invaders. А у нас Пожитнов написал и запустил на советской версии PDP-11, Electronica-60, Tetris. Давайте посмотрим. Ну, вот. Space Invaders у нас был импортозамещен, локализован под названием Mars. Вы сейчас видите великий КОИ-8. Или, может быть, даже КОИ-7. Это кодировка 7- и 8-битная, код обмена информацией, построенной по Верховске. Его особенность в том, что у него символы кириллицы совмещены с символами латиницы. И таким образом, что старший бит, 8-бит превращает символ кириллицы, символ латиницы в символ кириллицы. И если у нас в терминале отсутствует таблица символов кириллицы, то мы видим вот это. Собственно, мем Injolid Dijitse это именно отсюда. Так, я не знаю, что здесь надо нажимать. Попробуем. А, да, здесь надо переключить терминал в КОЕ, собственно, в ВТ-52. Сейчас стоит ВТ-100. Я не знаю, что тут надо делать. Где-то внизу, ну, вот у нас уже экран потек. Вот эти вот штуки это пришельцы. Они кидают на нас бомбы, а нам надо защищать нижний ряд человечества. Ладно, давайте попробуем еще раз с чистого листа. Я пока умею только стрелять. Сейчас будем подбирать. Ничего не получается. А сколько потребляет эта машина? Ну, вот эта сборка, она потребляет, я думаю, в пике до киловатта, думаю, поменьше, вот где-то ватт-500. Вот, соответственно, чем больше периферии, тем больше потребления. А периферии к ней было очень много. А что тут сейчас у нее воткнуто? У нее воткнуто, собственно, процессорный модуль, системный модуль. Здесь есть центральный процессор, это не микропроцессор, это процессорная плата. Машина, кстати, на шине Unibus всего было две линейки. Unibus более старая шина и Q-Bus более современная. Она у нас была локализована под названием MPI. Там такие же точно разъемы, только не дюймовые, а метрические. То есть платы Q-Bus отлично входят в коннекторы MPI и после этого все сгорает, потому что там такие субмиллиметровые несоответствия и дорожки коротит. Ну так вот, здесь процессорный модуль, два модуля памяти, контроллер последовательного порта RS-232 и дальше терминатор шины, плата загрузчика. Тогда в общем вот в этих более старых компьютерах загрузчиков как таковых не было. Здесь появился что-то вроде типа примитивного биоса. Но это еще нельзя назвать полноценным биосом. Но в нем были зашиты загрузчики для основных внешних носителей. Например, для дисководов, для жестких дисков, для пакетных дисков, для лент и прочего, для перфолент. Здесь есть такая плата, она совмещает функции как ПЗУ загрузчика, так и терминатора шины. В ней записаны загрузчики с дисковода привода floppy дисков 8-дюймовых RX-02. Вот они вот такие. Дизайн напоминает интерьеры Star Destroyer из Звездных Войн. Вот. Он рабочий, немножко барахлит левый карман и мы вычитываем кое-какие диски, которые нам попадают с дампема. Но в основном мы его не используем. Загрузка идет с новодельной платой под названием Unibon. Unibon это проект немецкого хакера Йорга Хоппе. У него там много интересных проектов. Он гуглится, это все находится, это все доступно для самостоятельной сборки. Что касается Unibon, это плата квад формата, то есть там 4 коннектора. Полный размер шины Unibus это 6 коннекторов, это квад плата, 4 коннектора. Она может делать все. Она может эмулировать процессор, эмулировать память, может эмулировать почти любые диски. Вот мы включили в нем эмуляцию жесткого диска RK05 и грузимся соответственно с этой платой, чтобы не изнашивать привод в хлопе дисков. А здесь можно только текстовый подключить терминал или какую-то графику? Конкретно на этой модели только текстовый. На более поздних моделях там что-то было связанное с графикой. Соответственно там нужен был специальный контроллер для этого. То есть какой контроллер мы туда воткнем, это и позволит нам получить графику на терминале. На советских машинах на ДВК-3, ДВК-4 были КЦГД, контроллер цветного графического дисплея, КГД, контроллер графического дисплея. Насколько я знаю, у них нету соответственных соответствующих американских аналогов. Это наше изобретение. Вот там все это было. А со звуком как дело отстает? Понятия не имею. Думаю, что нет, что его не было. Может быть, может быть, можно сделать звук на ЦАП. Вот, ЦАПы наверняка были в Измериловке, и наверное там что-нибудь подобное можно было запилить. Но здесь скорее всего для этого не хватает процессорной мощности. А клавиатура через что подключается? Клавиатура подключается к терминалу. Это, грубо говоря, это часть терминала. Терминал может быть любой, да? Терминал может быть любой последовательный. Не любой. Потому что, например, у майнфреймов IBM были блочные терминалы совершенно с другим протоколом построены по другому принципу. Вот их подключить сюда нельзя. через USB конвертер вполне мы это делали. грузились вот так. Ясно. Большое спасибо.